Америка в 2019 году Впрочем оставим за скобками колеблющие валютные котировки, так как национальная оборонка обеспечивает армию исключительно своим вооружением, то есть за рубли. Следовательно, сравнивать бюджеты Пентагона и Минобороны РФ разумно по паритету покупательной способности ППС. По ППС на уровне 21,23 рубля к одному доллару, данные Всемирного банка, и с учетом прогнозируемой инфляции российский военный бюджет на следующий год оценивается ориентировочно в 130 долларах, 143 миллиарда. Не так уж мало, тем более что Пентагон содержит многочисленные свои базы за рубежом, что по сути является нагрузкой. В любом случае, наша страна направляет на оборону многократно меньше, чем расходуют Соединенные Штаты. И эта огромная диспропорция наблюдается, по крайней мере, с начала 90-х годов прошлого века. Казалось бы, при таких оборонных расходах американцы просто обречены на успех в любом военном начинании. Однако если сравнить зарубежные операции войск США и России, проведенные в 21 веке, то в плане эффективности картинка для Пентагона смотрится смазанной. Точнее, неубедительной, особенно после войны с ИГИЛ-звездочка. Неудивительно, что в США очень многие издания и эксперты озадачились новой реальностью в силовой геополитике. Конечно, повышенный американский интерес к нашей армии проще всего списать на алчные аппетиты Пентагона и на так называемый ревизионизм Кремля. Все это имеет место. Тем не менее, конгрессмены в большей степени зависят от своего электората, следовательно, имеют перед ним социальные обязательства. Однако приходится констатировать, что сегодня на весах национальных интересов США милитаристская чаша все-таки перевешивает социальную. И этому есть объяснение. После развала СССР американцы привыкли жить в мире, в котором им даже гипотетически никто не угрожал, тогда как они сами легко экспортировали демократию авианосцами и томогавками. А тут далекая и вроде как поверженная в холодной войне Россия опять спутала все карты. Более того, ее армия, оказывается, вполне успешно решает поставленные геополитические задачи, чего не скажешь о ринджорах и морпехах США, возможно, поэтому в англоязычных социальных сетях стала вирусной, популярной, АВТ. Статья Джона Рауля, опубликованная на страницах издания Института международной политики Лауи, в которой автор задается вопросом, российские военные лучше американских. Рауль с самого начала не считает наших солдат сильнее коллег из США, но признает, что вооруженные силы РФ действуют на международной арене эффективнее, чем в аналогичных операциях прославленный Голливудом корпус морской пехоты Соединенных Штатов. За океаном хоть и пугают обывателя русской угрозой, но только в той мере, чтобы поддерживать высокие военные расходы. Российские военные были относительно успешны в недавних конфликтах, в то время как вооруженные силы США, нет, рассуждает Рауль. Американские войны в Афганистане и Ираке стали многолетними трясинами, по сравнению с быстрыми победами России над Грузией и Украиной. С одной стороны забавно, что проводятся параллели между операциями принуждения к миру в Грузии и несокрушимая свобода в Афганистане. А так, называя бескровная аннексия Крыма сравнивается с кошмарными бомбежками в Ираке. Но с другой стороны, логику автора можно понять. История знает немало примеров, когда сильные армии из-за своих ошибок надолго застревали в малых странах. Представьте себе, что весной 2014 года в Крыму вежливые люди вели бы себя как бойцы украинских националистических батальонов в Донбассе. То есть избивали тех, кто оказывался кричать «Слава! Россия!». А также беспорядочно обстреливали казармы ВСУ, точно так, как бандеровцы, к примеру, ГУВД в Мариуполе. А потом еще бросили на штурм необученных солдатиков, как в Дебальцево. Тогда бы большие и маленькие ошибки защитников правопорядка на полуострове в период референдума могли бы стать причиной страшного кровопролития и долгого конфликта. Или, к слову, российские войска в Сирии повторили ужас, устроенный 16 сентября 2007 года сотрудниками американской ЧОП «Блэкватерс». Напомним, тогда янки залили площадь Несур в Багдаде кровью невинных иракцев. Говорят, у наемников сдали нервы, тем не менее, спираль насилия привела, в конечном счете, к страшному террору под названием «Исламское государство». И неизвестно, как долго могла бы идти война 8 августа 2008 года в Южной Осетии, если бы не оперативность российского командования в вопросах захвата Гуфтинского моста и в защите Рокского тоннеля. А если плюс к этому должным образом не были бы подготовлены наши солдаты и офицеры, то события того августа вполне могли развиваться бы по самому опасному сценарию. Вероятно, на нечто подобное рассчитывали кураторы из Пентагона, да в зеленый свет Саакашвили. Как-никак, американцы обучали грузин по лучшим натовским стандартам, соответственно вооружив их. На Западе, кстати, в начале нулевых наша армия считалась слабой, плохо оснащенной и неорганизованной. Можно сказать, что солдаты Саакашвили — не пуштунские религиозные боевики. Но и в Афганистане в начале операции несокрушимая свобода поддержка Усама Бан Ладина не была общенародной. Он не являлся местным полевым командиром, и это многое объясняло. Однако американцы быстро наломали дров, как бандеровцы в Донбассе, разбомбили свадьбу в селении Кокарак, без каких-либо предпосылок, во время сбора старейшин в Кабуле уничтожили одну уважаемую делегацию, нанесли бессмысленный удар по деревне Шакар-Караис. Этот список необъяснимой жестокости можно продолжать еще долго. Кроме того, звездно-полосатое насилие против мирного населения совершалось тогда, когда особых боев не было. Просто прилетали самолеты и убивали людей. В итоге сегодня талибы контролируют или оспаривают у американцев большую часть страны. Что касается второй трясины — Ирака, то роль военных США, по словам Рауля, с течением времени сменилась с освободителей на оккупантов, жестко подавляющих мятежи. По его словам, американские политики попытались построить функционирующее демократическое правительство, но задача государственного строительства оказалась невыполнимой. Между прочим, наши войска до сих пор считаются освободителями в Южной Осетии, не говоря уже о Крыме. В итоге, российские военные базы теперь усеивают бывшие территории Грузии, указывая на планы Кремля остаться на неопределенный срок, сокрушается Джон Рауль. Отбросим в сторону не только исконно русское шибкозакидательство, но и проамериканское идолопоклонничество. Успех любой войны на чужой территории зависит от отношения местного населения к инстранным войскам. В этом плане послевоенные миротворческие усилия всегда опираются на справедливость и законность. А здесь Вашингтону похвастаться нечем, верхом глупости, к примеру, является отказ Белого дома от помощи разрушенной им же Сирии. Даже американские независимые эксперты признают, что заокеанские политики и солдаты армии США достаточно быстро наживают себе врагов среди тех, кто их искренне ждал. Скажем больше, миссионеры, за которых выдают себя войска Пентагона, так и не смогли воссоздать взамен разрушенных режимов ни одного нормального государственного института. Чтобы сохранить лицо, Вашингтону ничего не остается, как называть освободительные миссии наших военных в Крыму, который вошел в состав России по итогам народного референдума, в Южной Осетии и Сирии гибридным оружием Кремля. Любопытную оценку дал Институт международной политики Лауи, российские военные, безусловно, слабее, чем американские, но злонамеренные решения, принятые многими администрациями, неуклонно подрывают американскую мощь. С такими имперскими тараканами в голове, как показывает практика, сегодня войну не выиграешь. Звездочка Исламское государство, ИГИЛ, решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, его деятельность на территории России запрещена.